Мы живем в космосе, поэтому мы должны изучать его. Он настолько огромен, что вмещает триллионы звезд, а также бесчисленное множество галактик и планет. Однако это только видимая Вселенная. Ученые сходятся во мнении, что исследовать неизвестную Вселенную можно гораздо больше, чем мы можем себе представить. Эта статья посвящена любопытным фактам о космосе. Начнем. Космос берет начало на определенной высоте над нашей планетой. Границу между земной атмосферой и космосом называют линией кармана. Она находится на высоте 100 километров над уровнем моря. Самый крупный объект, находящийся в космосе с экипажем на борту, это Международная космическая станция. Космос – это на самом деле пустота, которая содержит очень мало материи. Космические аппараты посетили все планеты Солнечной системы. В видимой или известной Вселенной насчитывается почти два триллиона галактик. В галактике Млечный путь насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд. В космосе нет звука, потому что молекулы расположены так далеко друг от друга, что не могут передавать звук. Однако бесшумным его также не назовешь. В космосе можно посылать и принимать радиоволны. Космическое пространство между галактиками не пустое. В среднем на один кубический метр приходится один атом. На Солнце приходится 99,86% массы всей Солнечной системы. Масса Солнца в 330 тысячах раз больше массы Земли. Знаете ли вы, что в космосе существует огромное облако водяного пара? В нем содержится в 140 триллионов раз больше воды, чем во всех океанах Земли. Оно находится на расстоянии около 10 миллиардов световых лет. Если два куска одного и того же металла или материала сталкиваются друг с другом в космосе, то они навсегда соединяются. Это называется холодной сваркой, при этом атомы двух частей понятия не имеют о том, что они разделены. Это явление нельзя наблюдать на Земле, поскольку между кусками присутствует вода и воздух. Галактики Млечный Путь и Андромеда столкнутся в ближайшие 3,75 миллиарда лет. Галактика Андромеда приближается к нашей галактике со скоростью 110 километров в секунду. Самые плотные и мельчайшие начала в известной Вселенной, это нейтронные звезды. Они имеют радиус около 10 километров, но их масса в несколько раз больше, чем у Солнца. Они вращаются до 60 раз в секунду после рождения. Затем скорость вращения увеличивается до 600, 712 раз в секунду. Они рождаются в результате взрыва ядра сверхновой звезды. Комета Галлея снова пройдет мимо Земли 26 июля 2061 года. Комета была открыта Эдмондом Галлеем в 1705 году. Последний раз ее видели 9 февраля 1986 года. В нашей Солнечной системе есть пять признанных карликовых планет. Это Церера, Плутон, Эрида, Макимаки и Хаумя. Китайцы заметили комету Галлея еще в 240 году до нашей эры. Начиная с 164 года до нашей эры, они отмечали каждое ее появление. Центральная часть кометы называется ядром, а потоки пыли, которые видны за ней, называются хвостом. На нашем небе, 88 признанных звездных созвездий.